Сейчас у вас на данный момент задолженность 151 223,64 копеек. О том, что долг платежом Красина, здесь знают не понаслышке. В этом месте и занимаются созданием красоты. А вот с долгами никак не разберутся. Чтобы ускорить процесс разбирательств на автомобиль директора, накладывают арест. Я не разбираюсь. Они мне, вот сколько писали, я столько платила. Просто, по-моему, письмо пришло недавно, я тогда узнала, что я не платила. Пошли туда, заявление писали, ну, будем платить. Еще один должник – владелица небольшого пункта общепита на Ильинской площади. Долг накопился в 130 тысяч. Под арест попадают микроволновая печь, контактный гриль и даже стойка. Были проведены исполнительные действия, такие как арест имущества, в связи с тем, что должники не оплачивают налоги. Данное имущество, если не будет выкуплено в течение 10 дней, будет вынесено процессуальное решение. То есть данное имущество будет отправлено на реализацию. По словам специалистов, часть должников принципиально не платит налоги. У них набегают миллионные долги. Есть и другая категория предпринимателей. Их случай – незнание закона и последствия его неисполнения. Общий долг по страховым взносам по двум районам города Саратова составляет более 600 миллионов рублей. Имущенные налоги – более 300. 1 декабря наступает срок уплаты имущественных налогов. Граждане, которые не оплатят налог в срок, им будет начислена пеня, и взыскиваться налог будет в судебном порядке. Самый злостный неплательщик – владелец производственного помещения. У него токарная мастерская. Приставы арестовывают КАМАЗ, чтобы погасить хоть какую-то часть долга в 450 тысяч рублей. Денис Титаренко, Роман Шельдяев, Саратов 24.